Написано замечательное уравнение А минус лямбда на единичную помножить на В равняется вектор из дулей Вот оно мое уравнение, где фигурирует В Но на этот раз я лямбда знаю Лямбда равно единичной Поэтому А минус лямбда на единичную матрицу Сколько получается? Получается А минус 1 на единичную матрицу Это получается 4, 8, 2, 4 Понятно, почему так? Ну, А минус лямбда на единичную Это 5 минус лямбда, 8, 2, 5 минус лямбда Представляем лямбда равная одному Получаем 4, 8, 2, 4 Умножить на какой-то вектор В1, В2 Ты должен получить вектор 0, 0 Но это система линейных уравнений Я надеюсь, что кто-нибудь умеет решать Вот, видно, что второе уравнение Является первым деленным пополам Поэтому второе можно просто проигнать Если поделить на 4, то получится 1, 2, 0, 0 И правая часть из нулей Соответственно, какая здесь свободная и неизвестная? Вторая А какая главная? В1 Слушайте, эта тема в методе будет Про главную, свободную, решение системы уравнений Это точно там Значит, получаем, что В2 свободная И решаем вот это уравнение Первое 1 на В1 плюс 2В2 равно 0 Получаем, что В1 равно минус 2В2 И получаем, что если взять лямбг равнее единички То все вектора, которые при умножении на матрицу Вот пока здесь сидели со мной, дождь пошел А можно было до кинотеатра добежать Все собственные вектора Которые соответствуют числу 1 в метре В2 минус 2В2 То есть я нашел все вектора, которые под действием матрицы А Не меняются Ну, например, я могу привести в пример вектор Минус 2, 1 100 минус 50 2 корни из 3 Минус корень из 3 Ну и так далее Собственных векторов, которые под действием А Не меняются Их бесконечно много Нашли все собственные векторы Которые соответствуют лямбг равному единичке Как мне найти все собственные векторы Которые соответствуют лямбг равному девятке? Ну, по аналогии, что надо делать Да, подставить лямбг равный 9 Сделали? Выполняем аналогичное действие с девяткой Если взять лямбг равный 9 5 минус 9 8 2 5 минус 9 Помножить на В1В2 Равняется 0,0 Минус 4,8 2 минус 4 На В1В2 Равняется 0,0 Привожу немножко, не прощаю, матрицы Получаем минус 1,2,0,0 Палочка 0,0 Отсюда получаем все собственные векторы Имеют вид В2,2В2 Получилось? А вот оно получается Да Ну как, записываем матрицы Ну как, не, вообще это не первый вектор Решает систему линейной веки Записываем матрицы в виде Минус 4,8 2 минус 4 Палочка 0,0 Делим первое уравнение на 4 Вычитаем там 2 раза в стороне Вторая строчка погибла Ну и первая строчка Вот это сюда Вот, соответственно Я нашел все вектора Которые растягиваются в 9 раз Например, вектор 2,1 Или вектор 4,2 Или вектор минус Минус 8, минус 4 Ну таких векторов бесконечное количество Все они под действием матрицы А Растягиваются в 9 раз Разобрались, что такое Собственные векторы И собственные числа То есть собственный вектор Это вектор, который Под действием матрицы А Просто растягивается в 1 раз А собственное число Это то, во сколько раз Растягивается собственный вектор Так, хорошо Следующий сюжет Значит, пара страшных слов Определение Определение Многочлен Многочлен f от лямда Равный определитель А минус лямда На единичную матрицу Называется Называется характеристическим Многочленом Матрицы Называется характеристическим Характеристическим Многочленом По-английски Дословная калька Ну, вот твоя версия Характеристический Многочлен Давай Если То Дословная калька Характеристический Многочлен Многочлен Ддд Называется Характеристическим Многочленом Ну, то есть Например У матрицы А Характеристический Многочлен Был какой? Ну, давайте я Пример Напишу Пример Если А Было 5 8 2 5 То Характеристический Многочлен Был какой? Ну, мы его там считали. Кто-то квадратное уравнение в убийство, нет? Ну, там что-то было, по-моему, 5 минус лямбда в квадрате, минус 16. Так было, да? Я просто стеркнул. Вот, ну, если раскрыть скобки, чтобы было видно, что это многочлен. Ну, так, что это многочлен. Что там? Лямбда в квадрат, минус 10 лямбда, и тут 25 минус 16, это 9. Вот такой многочлен. То есть это многочлен матриц, который соответствует мне. Значит, давайте заметим следующее. Утверждение. Утверждение. А нет, давайте еще одно определение. Еще одно определение. Матрицы А и В называются сопряженными. Если найдется матрица С... Что-то как-то я немножко не в том порядке, что в лекциях пошел... Ну, я все то же самое покрою, но... Не успею, может быть, чуть-чуть, но немножко не в порядке пошел. Матрицы А и В называются сопряженными, сопряженные по-английски. Матрицы А и В называются сопряженными, сопряженные по-английски. Если найдется матрица С такая, что А равняется С на В на С минус 1. Ну, давайте, чтобы симметрично было. Это как-то не симметрично. Если найдется матрица С такая, что А на С равняется С на В. Ну, тогда надо давать определение, что обратимое. А в этом определение это автоматом следует. То есть, если ты записал А на С равняется С... То есть, либо ты пишешь на В на С... Ну, то есть, ты можешь писать А на С равняется С на В... Ну, тогда надо уточнить, что здесь С обратил. Так, хорошо. Значит, сопряженные матрицы... Почему они называются сопряженными? Потому что они в каком-то смысле очень похожи. Оказывается, что сопряженная матрица и исходная, они очень похожи, у них много общих свойств. А именно, зачем они заслужили такого особого названия? В частности, что в них получается? У них оказываются очень похожие геометрические картинки. Ну, а именно, давайте докажем утверждение. утверждение. Если матрицы А и В сопряженные, если А и В сопряженные, сопряженные, то... Значит, у них совпадают и определители, и собственные векторы у них одинаковые, и собственные числа у них одинаковые. То есть, они очень-очень... Или собственные... Они нет, собственные векторы у них могут быть разными. Значит, если А и В... Никитов сказал, значит, давайте аккуратно завяжем. Если А и В сопряженные, то определитель А равен определителю В. В это первое. Второе. Что у них еще одинаковое? У них одинаковые, например, суммы диагональных элементов. Сумма А и ИТОХ равно сумма В и ИТОХ. Что еще у них одинаковое? Одинаковые собственные числа. Одинаковые... Одинаковые собственные числа. Одинаковые собственные векторы у них одинаковые или нет? Одинаковые собственные векторы у них или нет? Нет, собственные числа у них нет. Ну давайте подумаем. Значит, давайте мы сначала вот это докажем, а сейчас про собственные векторы подумаем. Значит... Ну, первое доказательство очевидно, да? Надо доказывать, что А равен определителю В или нет? Надо или первый очевидный случай? Ну, вам, давайте докажу. Что такое определитель А? Это определитель С умножить на В на Ц... Мне кажется, нет womaníểm! Это определитель алка! Мне кажется, что Это что это делать, например?